МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Блогеров хотят наказывать за клевету и хайп в социальных сетях. Депутаты предложили привлекать к ответственности тех, кто не умеет отличать правду от лжи. Суд вынес приговор по скандальному делу об ЛРТ в столице. На скамье подсудимых было 9 человек, каждого судили на 7 лет, причем троих условно. Напомню, сам процесс начался еще в 2020 году. Тогда на скамье подсудимых было 7, и они получили от 7 до 11 лет лишения свободы. После отмены первого приговора апелляционным судом в деле появились еще двое обвиняемых. Ранее судимы за взятку экс-замакима столицы Канад Султанбеков и бывший директор ТОА Стана ЛРТ Талгат Ардан. Первый был определен как организатор преступления, а второй как исполнитель. Но так как два главных фигуранта дела находятся в бегах за пределами Казахстана приговор им назначили заочно. Используя свое служебное положение, Султанбековы вместе с Ардан действовали по предварительному сговору, по договоренности и совершили так называемую растрату бюджетных денежных средств в особо крупном размере, веренных Ардану. В чем вина заключается каждого? Султанбеков утвердил сводносметные затраты с завышенной стоимостью услуг. Ардан разработал и подписал сводносметные затраты. Добавлю, что все недвижимое имущество подсудимых до момента исполнения гражданского иска судья оставила в аресте. А это около 6 миллиардов тенге, которые осужденные должны возместить государству. Следующий прием заявок по льготному автокредитованию начнется в июне. Такое обещание сегодня в Можилисе дал глава Министерства индустрии Марат Карабаев. Он объяснил, что ежемесячно, в зависимости от погашения ранее выданных кредитов, в бюджет программы поступает около 1 миллиарда тенге. И повторный прием заявлений начнется сразу, как только там накопится внушительная сумма. Но участвовать в доступном автокредитовании по старым условиям вряд ли получится, потому что теперь необходимо будет внести первоначальный взнос в размере 15% от стоимости автомобиля. Также эти, чья зарплата выше установленного порога, тоже останутся в стороне. Окончательные условия в Министерстве озвучат до 15 мая. В первую очередь необходимо исходить из платежеспособности. Поэтому мы говорим, изучаем все, что ранее выданы кредиты, сколько была средняя заработная плата, и исходя из этого установим определенную заработную плату максимальную. Также министр рассказал, что поддерживает дальнейшую работу жилищной программы 7-20-25. То, что средств зачастую всем не хватает, Марат Карабаев признает, но напоминает, что возможности бюджета ограничены. Поэтому Нацбанк ежегодно выделяет на эту программу только 100 миллиардов тенге. А 10 мая в Казахстане стартует прием заявок на женскую ипотеку Умай от Отбасы банка. В этом году на гендерное кредитование выделят более 15 миллиардов тенге. Их направит Азиатский банк развития. Более 40% от общей суммы будут направлены в Астанол, Маты, Актау и Атырао. Это примерно 200 кредитов. Остальные 60% займов выдадут жительницам областей небольших городов. Максимальная стоимость приобретаемого жилья не более 30 миллионов тенге со ставкой 14,5% с последующим понижением до 3,5%. Ипотеку можно будет оформить до 25 лет. Новшество в этом году заключается в том, что в программе смогут участвовать и те женщины, чей доход не превышает 200 тысяч тенге. Они смогут получить кредит с минимальным первоначальным взносом от 15%. Событием в мире. В Сербии школьник устроил массовый расстрел. В Белграде 14-летний подросток ворвался в здание начальной школы и открыл огонь. 9 погибших, охранник 8 учеников. Еще несколько получили ранения. Среди них один преподаватель. Малолетний стрелок задержан. По данным полиции, он использовал оружие своего отца. Мотивы зверского преступления выясняют. О чем еще говорят сегодня в мире, расскажем в нашем традиционном международном обзоре. Воюющие стороны в Судане договорились о перемирии. Временном или постоянном неизвестно. Но пока армия и спецназ согласились на недельный режим прекращения огня, начиная с завтрашнего дня. МИД Судана сообщил, что стороны готовятся к переговорам, которые, возможно, приведут к миру. Если встреча состоится, она станет первой с начала конфликта. О планируемой дате не сообщается. В ООН заявили, гуманитарный кризис в Судане грозит перерасти в полномасштабную катастрофу. В городах заканчиваются запасы продуктов, воды. Но из-за продолжающихся боев гуманитарная помощь остается на складах. Предупреждают и еще об одной напасти. Это миграционный кризис. Люди массово бегут от войны в соседние страны. Таковых с начала конфликта уже около 100 тысяч. Обстрелы продолжаются в Израиле и секторе Газа. Сегодня в ночь израильская армия обстреляла своего палестинского противника. Сообщается, что удары нанесли по центру Хамаса, там, где находилась база, на которой производили оружие. Атаки подверглись завод по производству бетона, полигон, туннель и одно из поселений Хамаса. Власти сообщили, что это был ответ на десятки ракет, выпущенных из Газа в сторону южных районов Израиля. В итоге семь раненых. Накануне в израильской тюрьме скончался высокопоставленный член палестинского исламского джихада Хадир Аднан, который держал голодовку три месяца. В ответ сектор Газа выпустил по Израилю несколько десятков ракет. В Америке добровольцам вживили чипы в мозг для лечения слепоты, глухоты и депрессии. Всего в исследовании ученых участвовали 50 человек. В основном это люди с ограниченными возможностями. Эксперты уверены, это значительно улучшит их жизнь. Например, у кого роботизированные руки или те, кто передвигается в электрическом инвалидном кресле, они смогут пользоваться всем этим без прикладывания усилий командой мозга. Они смогут играть в видеоигры, рисовать портреты и даже восстанавливать чувствительность тела. Сейчас имплантаты работают в тестовом режиме, но изготовители уверены, что они должны стать такими же доступными, как кардиостимуляторы для людей с проблемами сердца. В Великобритании подготовка к коронации Чарльза III вышла на финишную прямую. Через считанные дни миллионы людей будут следить за традиционной церемонией. Правда, в этот раз некоторые многовековые традиции заменят на современные аналоги. Какие особенности будут на коронации самого возрастного монарха Британии? В сюжете Светланы Пеньковой. Еще никто из правителей Великобритании так поздно не всходил на престол, как Чарльз III. Ему уже 74, и надо признать, особой популярностью подданных он не пользуется. Однако эксперты признают, у нового короля, хоть еще и не коронованного, есть свои плюсы. Его любовь к природе, его стремление использовать каждый шанс, чтобы остановить изменения климата, его страсть к органическому сельскому хозяйству сейчас воспринимается совсем иначе. Теперь его считают своего рода прародителем, дедушкой этого современного движения. Из-за преклонных лет Чарльза и королевы консорта Камилы в церемонию внесли некоторые коррективы. Во-первых, длиться она будет всего час, а не три, как было у его матери, королевы Елизаветы II в 1953 году. Во-вторых, прибудут к вестмистерскому аббатству монаршие особы в современном экипаже. И только уже после благословения в резиденцию Букингемский дворец они отправятся в традиционной золоченой карете 1762 года. Сохраненное в первозданном виде это транспортное средство лишено амортизаторов, поэтому пассажиры испытывают сильный дискомфорт во время езды. Это же произведение искусства. Посмотрите, она такая же оригинальная, как и когда ее сделали. Весит 4 тонны, высоту 4 метра, длину 7 метров. Она просто огромная. Помимо кареты для коронации отреставрировали кресло святого Эдуарда. Впервые в аналогичной церемонии его использовали в 1308 году. Но 700-летний стул не единственный символ долгожитель монархии. Из Шотландии в Лондон уже доставили 152-килограммовый священный камень. Он хранится в Эдинбурге вместе с драгоценностями шотландской короны. В знак приверженности этого горного народа королю. Камень поместят патроном. Но сопровождать коронацию, пусть и неофициальную ее часть, будут и современные вещи. Специально к событию выпустили сотни товаров. От банок с икрой до пива. Оно освежает. Это хорошо. Мне очень понравилось. Я бы предпочел это пиво многим другим сортам. Думаю, оно даже королю понравилось бы. Мне так точно. Гвардейцы и участники оркестра репетируют нон-стоп. Выверяют каждый шаг, каждое движение, чтобы ничто не нарушило торжественность момента. Преданные фанаты королевской семьи уже сейчас занимают места перед Вестминстерским аббатством, где Чарльза Третьего и Камилу благословят направление империи. Будет ли оно долгим и счастливым, покажет время. Светлана Пенькова, Первый канал Евразия. Блогеры представляют угрозу безопасности страны. Об этом сегодня в Можилисе заявили депутаты и потребовали ввести ответственность для популярных в соцсетях личностей. По словам Анаса Бахужаева, такие люди, имея большую аудиторию, нередко распространяют ложную информацию, занимаются кибербуллингом и шантажом, зарабатывают деньги. Кроме того, есть случаи, когда из-за блогеров казахстанцы становились жертвами финансовых пирамид и попадали в рабство за рубежом, говорит депутат. Он считает, что в законодательстве необходимо определить правовой статус блогеров. Мы видим, что очень много проблем возникает из-за дезинформации. Вот представьте, печатное издание публикует статью, это все в архиве остается. Берет блогер, публикует плохую новость, потом затем через час удаляет. В течение этого часа объект информации стал плохим человеком для всего населения. Потом блогер это удаляет. Как вы это докажете, например? То же самое, вот как печатные СМИ, как это все архивируется, остается. Такой след должен быть. Но Мажилисмен не отрицает, что в Казахстане есть и компетентные блогеры, которые создают полезный и качественный контент, а также занимаются благотворительностью. Тем не менее, в законе должна быть уголовная или административная ответственность для этой категории пользователей. В этом вопросе другой депутат Ерлан Саиров считает, что прежде нужно изучить международный опыт. Мне кажется, страны Германии, Франция, Англия, другие страны, они сейчас регулируют уже общественные отношения, касающиеся пользователей социальных сетей. Комитет госдоходов назвал основные ошибки казахстанцев при подаче документов на банкротство. Прием заявления стартовал 3 марта. За это время про эти процедуры изъявили желание около 50 тысяч человек. Но больше половины из них, порядка 36 тысяч, получили отказ. Они не смогли стать банкротами, потому что их срок задолженности по кредитам и микрозаймам составлял менее 12 месяцев. Также отказ получили те, кто имел различное имущество, движимое и недвижимое. Отклонили заявки тем, кто неверно оформил заявление. Часто люди путаются с нулями и указывают некорректные суммы. Есть и те, кто подал несколько заявлений на каждый кредит, тогда как нужно одно заявление на все займы. Другие все оформили правильно, но проверки показали, что заявители имеют активные кредиты, которые регулярно погашают. И еще одно обязательное условие – это согласие супругов на признание банкротов. Без него процедурой воспользоваться не удастся. Полмиллиарда тенге получат толматинцы на развитие бизнеса. В этом году в городе планируют выдать 375 грантов для поддержки предпринимателей. Больше тысячи человек уже подали заявки, но только 94 из них получили финансирование. Стартовый капитал для запуска своего дела подается безвозмездно, но получившие его должны в течение трех месяцев зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. Подробнее о программе можно узнать в Центре занятости населения. Подборку других обсуждаемых в мегаполисе новостей собрал мой коллега Илья Самохвалов. Илья, что еще интересного произошло сегодня в городе? Помнить о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны нужно всегда, а не только 9 мая. С таким призывом сегодня выступили участники Общественного фонда Валматы. В этом году исполнилось 12 лет, как волонтеры заботятся о ветеранах. В начале своего пути они взяли под опеку 2735 человек, но с каждым годом их становится все меньше. Вы знаете, такая благодарность их стороны. И ради этой улыбки, ради вот их такого отношения, благодарности к молодому поколению, к чужим людям, которые о них заботятся, наверное, стоит работать. Поэтому мы с удовольствием это делаем. Волонтеры фонда регулярно вывозят ветеранов на природу, отправляют их на лечение в санатории, приносят продукты питания и лекарства. А еще просто приходят в гости, чтобы скрасить одиночество, пока члены их семей на работе. Но, как признается Тамара Максимова, нынешней молодежи есть чему поучиться у стариков. Мы были гораздо патриотичнее, потому что вот когда началась война, я только что 9 классов кончила, мы всем классом пошли в военкомат наш районный с просьбой отправить на фронт. А теперь я спрашиваю, когда я встречаюсь со школьниками 10-11 класс, ну какую специальность будете выбирать, куда будете поступать. И многие мальчишки говорят, хоть бы от армии откосить. Для меня это ужасно слышать. А теперь очередная новость про уже знаменитых алматинских таксистов. Частный извозчик, судя по всему, решил установить рекорд выручки и содрал с туриста из Германии почти 200 тысяч тенге. За эту сумму можно было купить круиз по живописным местам, но мужчина заплатил столько за поездку от аэропорта до центра Алматы. О неприятном инциденте в соцсетях рассказала алматинка Рахат Медербекова. По ее словам, молодой человек отдал таксисту все, что у него было – 400 евро. При этом водитель не постеснялся дать пассажиру сдачу 5000 тенге. В полицию обманутый турист пока не обращался, но намерен это сделать в ближайшее время. К сожалению, такие случаи у нас не редкость. В апреле на уловку недобросовестных таксистов попали двое иностранцев. За поездку они заплатили 40 и 45 тысяч тенге. На этом у меня все. Талгат, тебе слово. Илья, спасибо. Я продолжу выпуск. В Казахстане апробировали новые подходы к стабилизации цен на социально значимые продукты. И они уже принесли свои результаты. С осени производство подсолнечного масла выросло в два раза после ввода экспортной пошлины на семена подсолнечника. Благодаря мониторингу товарного баланса налаживается ситуация с луком, запрет на экспорт которого уже частично сняли. С фермерами заблаговременно заключили договоры на цены и объемы, поставляемые на внутренний рынок продукции. И если раньше стаб фонда использовались круглый год, то теперь только в период межсезонья. Все это позволило сформировать к весне 140 тысяч тонн продуктов, из которых почти половину уже реализовали. В Минторговле привели статистику. Если с начала года рост цен на овощи составлял 3,5%, то за последние полтора месяца этот показатель не превысил 0,1%. Первый вице-министр ведомства Арман Шакалиев считает, что эти показатели позволяют делать благоприятные прогнозы даже на фоне роста цен на топливо. Вы знаете, что в летние периоды, как правило, в связи с тем, что номенклатура и объем продукции, которая реализуется на полках, она увеличивается. Соответственно, нивелируется за счет ассортимента, за счет объема, нивелируется рост значения инфляции. Поэтому говорить о том, что в ближайшее время мы увидим подорожание, не приходится. Туркестанская область атакует саранча. По словам местных жителей, марокканские вредители уничтожают всю растительность. Туркестанская область, город Арыс, село Кожатугай. Вот это все саранча съела. Вот как она расползается. Специалисты говорят, что подобное перемещение саранчи – это период миграции, когда вредители ежедневно преодолевают по 20 метров, поедают всю растительность на своем пути. Цельчане опасаются, что такими темпами прокормить домашний скот будет невозможно. Насекомые уже захватили поля в Арыском и Царагарском районах. Борьбу с ними ужесточили, но в планы вмешалась погода. Если бы ветра не были такими сильными и дожди не настигли наш регион, то мы бы уже завершили работы по обработке. Сейчас дезинсекцию проводим лишь ранним утром и поздним вечером. В этом году планируется обработать от саранчи 67 тысяч гектаров земли. На сегодняшний день работа завершена на 70%. Закончить все полностью обещают до конца недели. В первую очередь дезинсекцию проводят вокруг пассивных полей. Специалисты заверяют, что все препараты безвредны. Жесткая авария в Алматинской области. Сбили 12-летнюю девочку. Подробности у моей коллеги, ведущей обзора тревожных новостей Марии Парфеновой. Здравствуйте. Видео, которое вы сейчас увидите на своих экранах, не для слабонервных. Девочка перебегала дорогу в специально отведенном месте. Судя по кадрам, водитель легковушки ехал по встречной полосе и на полном ходу сбил ребенка. Очевидцы подбежали к ней, вызвали карету скорой помощи. Сейчас пострадавшая в реанимации Толгара. Лихачу, как выяснилось, 18 лет. Оперативники начали расследование. Результаты, выводы. Произошедшие несчастные случаи будут даны после завершения расследования. Со стороны компании, значит, пострадавшим были выделены 4 миллиона тенге. Кроме того, все расходы на медикаменты предприятие взяло на себя. Родной брат Бибигуля Рыстанова был от Кошенов в числе четверых пострадавших. Женщина сомневается, что в октобе при таких травмах рабочие получат достаточную помощь. У него лицо коричневого цвета. И отек идет у него сильный, понимаете? Родные его не узнали. Сейчас вы требуете, чтобы... Я, да, я сейчас требую, чтобы немедленно, именно сегодня сделали транспортировку в Астану всех четверых пострадавших. Октябинские медики уже получили консультацию от столичных коллег. Вероятно, завтра астанинские врачи приедут в регион. Тогда и будет решаться вопрос, лечить их на месте или все же везти в столицу. Молодая семья осталась на улице после крупного пожара в Алматинской области. Пламя вспыхнуло в частном доме ночью, когда супругов и их грудничка не было дома. Огонь молниеносно охватил все строение. Соседи вызвали пожарных, но спасать к тому моменту уже было нечего. Дом, который я сам построил в прошлом году, полностью сгорел. Все имущества, все вещи, документы все сгорели. Дархан работает фельдшером. Мужчина помог появиться на свет семерым новорожденным малышам. Теперь им с семьей нужна помощь. Они надеются на отзывчивость неравнодушных. В Алматы полицейские накрыли сразу три притона. Все они работали под видом массажных салонов и располагались в элитном районе мегаполиса. При этом боди-массаж включал в себя и другие дополнительные услуги, в том числе пикантные. К посетителям сотрудники подходили тщательно. В бордель пускали только проверенных и постоянных клиентов. После визита правоохранителей всех жриц любви доставили в отдел полиции, а управляющему грозит штраф сразу по двум статьям за предоставление помещения для занятия проституцией и занятия бизнесом без регистрации. Платежный терминал, игровые приставки и деньги – вот лишь неполный перечень того, что крали двое козлординцев. Дерзких преступников накрыли полицейские. Мужчины взламывали окна, проникали в магазины и даже в игровой центр. Самое ценное выносили. Уйти далеко у криминального дуэта не получилось. Они уже дают показания. В места не столь отдаленные. Злоумышленники могут отправиться от пяти до десяти лет. Но прежде правоохранителям надо проверить, нет ли на их счету других похожих эпизодов. К этому часу у меня все. Тебе слово, Талгат. Спасибо, Маша. Я продолжу главные новости. Уже семь лет жители окраины города Куши всего в 20 минутах езды от столицы живут почти без благ цивилизации. Агематная жалоба людей разводит руками. Мой коллега Сергей Цель выехал на место и выяснил, когда в домах будет свет и вода, а на улицах асфальт. Частный сектор – дома на окраине города Куши. Улица здесь, мягко говоря, в плохом состоянии. Сплошные ямы и выбоины. Но что, если я вам скажу, что эту дорогу сделали жители своими силами? Они устали от обещаний Агемата, но больше всего им надоело жить по колено в грязи. Дороги здесь не было от слова совсем. За все это они заплатили 3,5 миллиона тенге. И даже эти лавочки они сделали собственноручно. В этом микрорайоне нет водопровода канализации дороги и магазина. Даже мусор не вывозят. Электроэнергию подают с перебоями. Ну а чтобы закупить продукты, местным приходится рисковать и передвигаться по самодельному мосту. Ведь вся инфраструктура с той стороны канала Нура-Есиль. В том числе детские сады и школы. Около 300 человек остались отрезанными от цивилизации. Недовольные жители уже не раз обращались в Акимат. Но, по их словам, толку нет. Как хотите, так и выживайте. Хотите, богатые, небогатые, бедные, небедные. Мы все люди. Мы все люди. Мы хотим жить в нормальных условиях. С 2016 года мы здесь живем. Сами обустраиваем канализации. У нас нет питьевой воды, у нас нет вывоз мусора, у нас нет автобусы. К нам не приезжают. Не только мост, но и дорогу строили сами. Собрали деньги на нее, закупили материалы, наняли рабочих, технику. Получилось, как получилось. Но на этом останавливаться люди не собираются. Планируют стелить асфальт. Хотят собрать еще 20 миллионов тенге. Соседи как-то организованные люди, понимающие. Мы, что возможно, помогать, скидывать деньги, собираем. Но это без конца не может продолжаться. У каждого семья. Денег лишний. Мы в 21 веке живем. Интернета нет. Свет перебоем. Дороги нет. А это что такое вообще? 15 километров от столицы страны. Это вообще сказать неудобно. У чиновников пока только все в планах. Мы в этом году сделаем проект, заявимся в бюджет. То есть мы через область заявляемся, в область уже в республику. Как нам деньги выделить, по мере финансируем, мы будем это делать, конечно. Ну, в следующем, даже возьмем, там, в декабрь следующего года дорога будет, нет? Все зависит от финансирования. Я вам не могу сказать. Что касается коммуникаций, то тут такая же неопределенность. У нас есть проект, четвертая очередь. Водоснабжение города Коши. Она началась в прошлом году. И по графику она должна завершиться в конце 2024 года. Канализацию они пока только проект делается. Он будет начинаться в 2025 году. Возможно. Это опять зависит от финансирования. Городом Коши стал всего два года назад. Срок небольшой, говорят чиновники. По факту в нем проживают 100 тысяч человек. А прописано лишь половина. Остальные зарегистрированы в Астане. Вот и деньги с налогов уходят в столицу. Так что все будет, но придется пока подождать. Сергей Целько, Блонды Утигенов, Акмольнская область, Первый канал Евразия. Мы сможем вместе делать великие дела. Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на встречу с Косым Жумартом Тукаевым. Сегодня он принял спортивного функционера в Аккорде. Глава государства высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с FIFA и поблагодарил Инфантино за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире. Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента FIFA. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с FIFA и лично с вами. Джанни Инфантино презентовал Косым Жумартом Тукаеву памятные подарки, именную футболку с номером 10 и мяч FIFA. Этот номер выбрали не случайно. Под ним играли Пеле, Марадона, Азидан и другие легендарные футболисты. А во второй половине дня глава государства встречал в столичном аэропорту президента Таджикистана Имамали Рахмона, который прибыл в нашу страну с государственным визитом. В честь гостя в воздушной гавани был выстроен почетный караул. Уже завтра между президентами планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов. Таджикистан помогает стабилизировать цены на овощи и фрукты в Казахстане. Наши страны активно продолжают увеличивать товарооборот. Об этом рассказали на совместном бизнес-форуме в Астане. Отмечается, что Казахстан поставляет маслом уку, пшеницу, автомобили и поезда в Таджикистан. Оттуда к нам идет плодо-овощная продукция, что позволяет не допустить резкого роста цен. Как пример, стоит вспомнить недавнее подорожание лука. Именно благодаря импорту из Душамбе его удалось снизить. Товарооборот по итогам прошлого года достиг практически миллиард четыреста миллионов. Получаем огромное количество сухофруктов, винограда. Вообще плодо-овощная продукция очень хорошая, да. Вкусная, поскольку климат этому сопутствует. Как вы знаете, мы уже сейчас собираем ранее картофель и ранее лук. А у вас минус два градуса бывает ночью. В Казахстан приехали представители таджикских компаний и госорганов. На форуме были подписаны совместные меморандумы и контракты на общую сумму 2 миллиарда долларов. Ожидается, что все эти соглашения будут способствовать стабилизации цен на казахстанском рынке. Как отметила таджикская сторона, Казахстан для них на третьем месте по объемам экспорта и импорта после России и Китая. Уже сейчас там работают более сотни совместных предприятий с участием казахстанского капитала. Республика Казахстан является важным стратегическим партнером Таджикистана. И мы дорожим нашими тесными и дружественными отношениями. Основываясь на этом, для нас имеет большое значение активно развивать экономическую часть нашего сотрудничества. Фирия красок и творчество в Павлодаре. Целых три дня здесь будет проходить фестиваль изобразительного и прикладного искусства Павлодар. А областная библиотека станет местом концентрации лучших фотографов, художников, дизайнеров и скульпторов города. Каждый Павлодар сможет принять участие в мастер-классе, попробовать технику батика, рисовать на ткани, почувствовать себя скульптором, поработать с глиной, сшить себе головной убор. Павлодарт, проект молодой, проводится только во второй раз, но он уже завоевал любовь горожан. В течение трех дней здесь будут работать выставки именитых и начинающих художников, проходить показы авторской моды. Люди творчества будут давать бесплатные мастер-классы, обучать работе с глиной, дизайну, рукоделию. Благо, в день открытия фестиваля погода порадовала солнцем. На уличную выставку фотографы принесли свои снимки, и каждый мог забрать себе любой понравившийся. А на Арбате свои картины выставили непрофессиональные художники. Так, в Центре активного долголетия, на курсах арт-терапии, пенсионеры рисуют акварелью, как настоящие мастера. Когда ты садишься, берешь кисточку в руки, макаешь ее в краску, происходит чудо. Ты погружаешься в нирвану, в медитацию, неважно, как это называется, но ты просто растворяешься в своем творчестве. Душа открывается, тебе хочется и это сотворить, и это. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Пусть в вашем доме всегда будет спокойно. До свидания. В Караганде солнечно, 12 градусов тепла. В Жасказгане воздух прогреется до плюс 17, ясно. В Павлодаре безоблачная погода, 16 градусов выше нуля. В Кокшитау термометры покажут плюс 20, без осадков. В Петропавловске преимущественно солнечно, плюс 22. В Костанае 21 градус со знаком плюс, ясно. В Актубе пасмурно, 21 градус тепла. В Уральске плюс 23, облачно. В Атырау осадков ждать не стоит, плюс 21. В Актубе плюс 15 градусов со знаком плюс, небольшой дождь. В Казаларде ясно, 21 градус тепла. В Туркестане и Шемкенте солнечно, плюс 19. В Таразе установится безоблачная погода, плюс 15. В Талдыкургане плюс 11, осадков ждать не стоит. В Кунаеве ясно, 14 градусов выше нуля. В Семее плюс 14, малооблачно. В Усть-Каменогорске плюс 14, небольшая облачность. В Алматы солнечно, 12 градусов со знаком плюс. В Астане термометры покажут, плюс 15, ясно. 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 В Астане термометры покажут, плюс 15, ясно.